Здравствуйте! Сегодня я продолжаю тему зимних видов спорта. Нарисую сноубордиста. Приглашаю вас присоединиться. Давайте порисуем вместе. Я использую бумагу А3 и сейчас начинаю намечать сноубордиста. Делаю общие объемы. Схематично намечаю голову, руки, туловище, ноги. И сейчас тоже думаю о том, как я хочу, чтобы был расположен сноубордист. Сейчас я не рисую мелких деталей, не уточняю портрет. Для меня важно определиться с размером, с расположением моей фигуры. Сноубордист будет в прыжке, поэтому я рисую согнутые ноги. Добавляю сейчас сноуборд. И тоже сначала рисую его схематично, просто прямоугольником. Когда рисуешь таким образом, от общего к частному, то легко что-то подвинуть, изменить, повернуть. А если нарисовать сразу мелкие детали, то потом даже жалко что-то стирать или менять. Сейчас карандашом я делаю замеры, чтобы руки были одной длины. Но учитываю, что вторая рука согнута в локте, поэтому она будет немного короче. Сейчас тоже схематично дорисовываю кисти рук. И уже можно переходить к уточнению. Начинаю с головы. На голове у него будет шлем, очки. И в принципе видно будет только нос и рот. Теперь начинаю уточнять одежду сноубордиста. Сейчас рисую капюшон, куртку. Примерно определяю складки, какие-то детали. Для того, чтобы потом впоследствии все это нарисовать цветом. И сейчас стараюсь чуть сильнее нажимать на карандаш. И делаю более точную линию. А в начале я рисовала слегка касаясь карандашом. Линия была не всегда точная. Было где-то несколько линий. И сейчас как раз я выбираю одну, которая мне кажется самая правильная. Сейчас я перешла уже к штанам. Добавляю складки. Тоже дорабатываю обувь, сноуборд. В прошлом видео, где я рисовала фигуристку, я немного рассказала о достопримечательности моего города. О высокогорном катке Медео. А сегодня я хочу рассказать о такой достопримечательности. Горнолыжный курорт Чимбулак. Он расположен в одном из живописнейших ущельей Зайлийского Алатао. На высоте 2510 метров. Это выше катка Медео всего на 800 метров. О нем я рассказывала в предыдущем видео. И это совсем недалеко от города Алматы. Всего в 25 километрах. И добраться не составляет особого труда. Я очень люблю ездить в горы. Там можно зарядиться, расслабиться, хорошо отдохнуть, насладиться красивой природой. И как раз сейчас я намечаю, как будут располагаться горы, склон. И уже буду переходить к цвету. Чтобы линия карандаша не была такой четкой, яркой, не мешала при работе с цветом, я немножко подтираю боком резинки. И перехожу к цвету. Использую, как обычно, простую детскую гуашь. Сейчас работаю темно-голубой, темно-синей краской. Буду добавлять немного белой краски. Эта техника монотипия поможет мне создать морозный узор и красивую фактуру. Я наношу быстро гуашь, но добавляю чуть больше, чем обычно, воды, чтобы она не успела высохнуть. Беру кусочек бумаги, хорошо прижимаю, и остается красивая фактура. И пока я работаю с фоном, хочу продолжить свой рассказ про Чимбулак. Интересно, что этот курорт любят как новички, так и спортсмены профессиональные, так как есть разные трассы на любой вкус, и легкие, и сложные. Высота самого высокого склона горнолыжного составляет 3200 метров, а протяженность 3640 метров. И здесь даже проводятся международные соревнования. Также есть горнолыжная школа, отель, ресторан, боулинг, сауна. Также могут научиться самые маленькие, так как есть детские трассы и детские подъемники. И в солнечные дни Чимбулак собирает тысячи отдыхающих. Но многие приезжают туда не только, чтобы покататься на лыжах или на сноуборде, а просто отдохнуть, насладиться прекрасной природой. Этот курорт работает круглый год, зимой и летом, и мы очень любим приезжать туда. А тем временем я заполнила уже весь фон, и сейчас в оставшихся местах, возле сноубордиста, я аккуратно, тонкой кисточкой заполняю пространство. Теперь я буду рисовать горы, для этого возьму белую гуашь и мастихин. И так как фактура на листе у меня неровная, такая бугристая, теперь очень красиво ложится краска. Мастихином формирую горы, стараюсь, чтобы они получились разные, по ширине, по высоте. И так же мастихином формирую склон на первом плане. Теперь нарисую елки, для этого смешиваю изумрудную и темно-синюю краску. Сначала рисую стволы, а потом добавляю форму елок. Тоже стараюсь, чтобы по высоте они были разные. И, конечно, лучше предварительно просушить фон, чтобы краски не смешивались. Елки готовы. Я решила с левой стороны добавить еще немножко темных оттенков. Сделаю это при помощи мастихина, темно-синей краской. Фон готов. Теперь я перехожу к сноубордисту. Сейчас буду смешивать серую краску, так как хочу сделать куртку и некоторые детали серым цветом. Для этого смешиваю темно-коричневую, темно-синюю, получается черный цвет, и добавляю белила. Но вы можете одежду сделать любого цвета. Можете добавить какой-нибудь принт. А может быть, вы любите кататься на сноуборде и нарисуете свой костюм. Почему бы нет? Сейчас серой краской я закрасила куртку и сразу хочу добавить объем, поэтому рисую светло-серые оттенки. Добавила немножко белила. И тоже темно-серые мазки. Теперь нарисую штаны. Хочу, чтобы они были оранжевые, поэтому смешиваю желтую и красную краску. И полностью закрашиваю штаны. И перчатки тоже хочу сделать оранжевым цветом. Теперь в оранжевую краску на палитре добавляю красной и наношу темные мазки тени. А для светлых мазков я добавлю еще желтой краски и немного белил. Добавляю немного теней на перчатки и перехожу к голове. Темно-серой краской сейчас закрашиваю шлем и тоже этим же цветом закрашиваю ботинки. Перехожу к сноуборду. Сначала закрашиваю его черной краской. Потом чуть позже я добавлю еще ярких мазков. Но вы можете сделать его любым цветом, какой вам нравится. Пусть пока он высыхает, а я займусь лицом. Смешаю телесный цвет при помощи белого, охры и немного рубиновой краски. Наношу на открытые участки лица. И сейчас, когда я нанесла этот цвет, поняла, что слишком темный. Поэтому добавляю еще немножко белил и снова перекрываю. Теперь белой краской закрашиваю очки и сразу же, пока краска не высохла, добавляю немножко голубой краски. И чистой кистью аккуратно соединяю оттенки. Беру оранжевую краску с палитрой и аккуратно по контуру тонкой линии обвожу вокруг очков. И теперь снова возвращаюсь к сноуборду, как раз он подсох. Хочу нанести мазки в хаотичном порядке. Вот как-то так у меня получается. Сначала нарисую белым, добавлю серых мазков и еще немного оранжевых. А сейчас я хочу поработать тонкой кистью черной краской. Буду обводить по контуру и добавлять детали. Если вы боитесь рисовать кистью, то можете воспользоваться маркером. Мне больше нравится работать кистью, потому что я могу сразу нарисовать и тонкую линию, и увести ее, сделать немножко потолще. То есть таким образом линия получается более живая. Мне так больше нравится. Сейчас я обвела шлем, очки, сразу добавляю тени, перехожу к куртке, тоже добавляю каких-то складок и другие детали. И сейчас можно добавить какой-нибудь принт на куртке и на штанах. Продолжение следует... На лице схематично рисую нос. Рот и добавляю такие небольшие полосочки на очки. Осталось дорисовать перчатки и обведу сноуборд. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что это видео посмотрели до конца, спасибо за ваши комментарии, и за лайки. Это помогает продвигать мой канал. Теперь беру мастихин белой краской, рисую еще снег возле сноуборда и прям под ним. И осталось нарисовать падающий снег при помощи набрызга. Набираю на кисточку белую краску, добавляю немного воды и картина готова. Хочу пожелать вам успехов в творчестве. До новых встреч в новом видео!